Как известно, человеку нужно минимум 6 часов для сна. Но если вы все-таки не выспались и в течение дня вас одолевает дрема, позвольте себе такую слабость. Но главное не переборщить. 10-20 минут будет достаточно для того, чтобы организм успел отдохнуть. А потом можно порадовать себя, например, орехами. Это отличный источник энергии. Если человек просыпается, и он плохо себя чувствует, чувствует невыспавшийся, чувствует себя вялым и без настроения, значит, здесь нужно подумать, как он проводит свой день. Может быть, он истощен, может быть, у него есть какие-то конфликты. Чтобы сон был крепким, специалисты советуют выпить на ночь отвар ромашки с добавлением меда. А вот от кофе вечером лучше отказаться, как и от плотного ужина. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна. Перед тем, как ложиться спать, помещение нужно хорошенько проветрить. Благодаря наличию большого объема кислорода в воздухе, сон сможет быстро перейти в фазу медленного и глубокого. Помогает дыхание. Вот дыхание я спрашивала тоже людей, кто медленно и плохо засыпает, и мы тренировались там даже вместе, значит, делаем вдох и выдох медленно. И когда мы восстанавливаем дыхание спокойное, вдох, мы принимаем нашу жизнь. Это еще и психологический аутотренинг такой. Правильное положение во время сна тоже играет важную роль. Медики говорят, спать лучше на животе, а голову повернуть налево. От подушки тоже стоит отказаться, чтобы во сне не напрягались шейные позвонки. Есть еще один интересный метод, который применял знаменитый Леонардо да Винчи. Ему удалось спать всего полтора часа в сутки, и он полностью высыпался. Его методика проста – нужно спать 15 минут каждые 4 часа. Позволить себе так жить может далеко не каждый, но взять на вооружение, возможно, стоит.